День с толком Газопровод по документам есть, а газа нет. Аномалии села Бобровка. Глянешь и перекрестишься. Почему в Барнауле появляются странные скульптуры? Это не концерт. Сегодня Бузова кому-то что-то даст на Яровом с соблюдением всех санитарных норм. 146 новых зараженных коронавирусом. 9 смертельных случаев. Такова статистика за последние сутки. Большая часть из них, конечно, в Барнауле. Необычайный скачок зафиксирован в Залесовском районе. Два десятка новых зараженных причину пока не называют. А на днях в нашу редакцию обратился сотрудник Краевого кардиоцентра. По его словам, в медучреждении вот-вот начнется вспышка коронавируса. Так как некоторые его коллеги уже чувствуют недомогание, но тестов никто не проводит. И в целом, заявил представитель медицины, с тех пор, как тестировать стали избирательно, вероятность работать, будучи зараженным коронавирусом, только растет. Тем не менее, в кардиоцентре информацию о вспышке инфицированных в их стенах опровергли. Даже если попадает пациент к нам, мы блокируем это отделение, мы его обрабатываем, обследуем сотрудников, отправляем их, если это положено на карантин, на больничный лист. Если они будут скрывать, не понимая, что с ними происходит, и принесут это сюда, ну да, принесут. Но каждый день, проходя мимо охраны и меряю температуру, если есть какое-то подозрение, то мы просто снимаем с работы. Главврач пояснил, что всем пациентам, поступающим в диспансер с подозрением на ковид, оказывают специализированную помощь. А если коронавирус подтверждается, их переводят в пятую горбольницу. Избежать заражения помогают и другие меры. К примеру, если коронавирус подтвердится у прооперированного больного, то операционную дезинфицируют и закрывают на некоторое время. К другой теме. Эта история началась в далеком 2014 году. С тех пор жители Бобровки Первомайского района ждут газ. Важно! Коммуникации проведены. У людей в домах уже стоят газовые котлы, а топливо так и не могут пустить по трубам. Мы попытались разобраться в хитросплетениях Бобровского потока. Больше 100 тысяч в рублях за установку, оборудование, подведение коммуникаций и проектирование газопровода. Этот минимум за подключение газа в Бобровки заплатили многие, в том числе пенсионерка Людмила Колесникова. Но и она, и односельчане годами продолжают топить дома углем и отдавать круглые суммы за подогрев горячей воды бойлером. У меня муж еще живой был. Он говорит, торопись, сделай. А то одна не сделаешь на свою пенсию. Ну и торопились. А вот два года назад он умер у меня. А газа до сих пор нет. Пенсионерка все ждет. Хотя контракт на строительство газопровода был подписан еще в 2017 году. Подрядчик, по его словам, все выполнил. А заказчик строительства, администрация Первомайского района, результаты проверил, работы принял, даже заплатил за них. Подписал почти все бумаги о вводе в эксплуатацию, но не до конца. Хотя сам же попросил прислать на подписание самый главный документ. КС-11 это акт законченного строительства объекта. Работы были выполнены, акты были подписаны, деньги были выплачены полностью за проект. Ну, это было логично на самом деле. Своей стороны мы отправили данный акт на подписание. И до сих пор он не подписан. Без мотивации. Представители подрядчика боятся. Возможно, акты не подписывают, потому что пока юридически работа не закончена, за коммуникацию отвечает именно исполнитель. И сейчас как раз он должен ликвидировать 233 технических нарушения. Но у исполнителя еще один вопрос к администрации района. Зачем винить в плохой работе после того, как деньги за нее выплачены? Ведь администрация винит в промедлении именно подрядчика. Естественно, в первую очередь виноват застройщик, виноват подрядчик Томск, госпецмонтаж. У нас на сегодняшний день акт ввода объекта в эксплуатацию не подписан, КС-11. Мы пошли в суд о взыскании определенной суммы денежных средств подрядчика. И все это с уже подписанными в 2018 году документами. Юридический газопровод в Бобровке уже давно исправен. Газ пускай хоть завтра. Просто работает он только на бумаге. Это жителей и раздражает. Местная власть, я высказываю свое мнение, а не чье-то, господин Иванов, господин Николин, это бездельники, словоблуды. То есть я их слушал, да, говорили много, красиво, ничего не выполнили из своих слов. Только одни слова. Я никогда не думала, что мне придется узнать, что такое сиделки, что такие муфты, как они варятся, какое давление должно быть в системе. То есть, ну, учитывая те проблемы, которые были выявлены, соответственно, пришлось это изучить. То есть результат того, что мы сегодня с вами общаемся, вернее причина, это отсутствие адекватного, грамотного контроля как в период строительства, так и, соответственно, в период уже сдачи в эксплуатацию. Интересно, что как только мы отъехали от администрации района, ее представители тут же захотели пообщаться и с жителями, и с подрядчиком. На какие темы говорили, не знаем. Кстати, и сам исполнитель, и администрация района пообещали, что объект будет сдан уже через несколько дней. Видимо, когда устранят две сотни замечаний. Но скоро ли газ пойдет по трубам? Вопрос. Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком. Туристам, отдыхающим на Алтае, государство доплачивать не будет. Наш регион не вошел в список территорий, за летний отдых в которых полагается компенсация. По данным Ростуризма, выплаты будут, но только за осенний отпуск, когда высокий сезон уже закончился. А в целом программа по стимуляции путешествий внутри страны будет действовать до декабря. Участвует в ней 44 региона. Отдыхающим в них из госбюджета планируют выплачивать от 5 до 15 тысяч рублей за тур. С 15 августа планируется первая серия отпусков по компенсации. Это поездки в Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа. Важное условие. Для возврата денег нужно купить путевку от 5 дней на сумму более 25 тысяч рублей и оплатить все картой мир. Будут ли доплачивать тем, кто предпочитает отдых в своем регионе, пока не ясно. Исходя из списка, который был представлен на поощрение граждан, мой курорт не относится к нему. А куда вы хотите? На Алтае. С этим вирусом ни денег нет, ничего нет. А если бы какая-то другая была ситуация? Тогда бы поехали. Какой регион бы выбрали? Какое направление? Ой, какой. Наверное, куда-нибудь в Крым. Петербург. Я бы, наверное, выбрала наш Горный Алтай. То есть я бы не поехала в Сочи, я бы поехала в Горный Алтай. Планируем в Горный Алтайск съездить. В Горный Алтайск. А по России больше никуда? Нет, вроде пока не получается. Маски на лицах только вы, регистратор и телефон вместо видеографа. Свадьбы этого года проходят в камерной обстановке. Браков в городе заключают меньше, но совсем регистрации не исчезли. Дарья Эйдемиллер подсмотрела, как проходят закрытые церемонии. Именно с этого начинается теперь каждая свадьба в Барнауле. После каждых гостей протирают ручки. Громко, с размахом. Так точно. Семья – это самое главное. Несмотря ни на что, надо строить свою семью и свою часть. Сказали, обязательно иметь с собой маски, паспорта, ну и кольца, и сказать «да». Банкет не будем отмечать ввиду пандемии, поэтому скромно только с родственниками. Жениха и невесты в зале бракосочетания пока нет. Гостей не будет и вовсе. А вот нас, журналистов, пустили посмотреть, как теперь в пандемию происходит процедура бракосочетания. Можете поздравить друг друга первым супружеским поцелуем. В настоящее время государственная регистрация заключения брака проводится только в присутствии лиц, вступающих в брак. Приглашенные лица, в том числе фотографы и видеографы, не допускаются. При этом используются средства индивидуальной защиты органов дыхания, это лицевые маски. По завершению каждой регистрации производится дезинфекция всех контактных поверхностей и проветривание помещения. Хотелось бы увидеть, как молодые наши любимые люди регистрируются. Но пандемия же. Понимаем, поэтому и не бастуем. Ах, эта свадьба пела и плясала даже в пандемию. Несмотря на то, что молодоженов заставляют быть в масках прямо в ЗАГСе, за его дверями настоящий праздник с лепестками роз и шампанским. Дарья Демиллер, Илья Халяпин. День с толком. Сегодня в России отмечают День флориста. Празднуют и в Барнауле, причем не только в цветочных отделах. Об этом расскажет София Яценко. Берем самый крупный цветочек. В данном случае это аморилис. Аморилис – это весенний цветок. Летом это считается как экзотика. Модные тенденции, сезонность и цветовая палитра. Флорист всегда знает, что сегодня актуально. Настоящему профессионалу достаточно сказать, кому адресован букет. И он сам подскажет удачный вариант. Этот, например, идеален для годовщины. За счет крупных цветов букет будет более объемный и будет производить впечатление. С цветами на «ты» Ольга четвертый год. Флористикой занялась спонтанно. Впечатлила создание букета в одном из салонов. Затем попробовала сама и не смогла остановиться. А теперь уже дает мастер-классы. Новичкам, говорит, можно начать с роз. Главное – понять технологию. Я проходила курсы по флористике, проходила курсы в Москве. То есть, соответственно, надо учиться у лучших. Можно взять просто курсы по флористике, пройти для себя, для души, допустим. Для души, а вернее желудка, этим летом в тренде и другие букеты – съедобные. Внутри нежного бутона из мастики – сладкая конфета с кокосовой начинкой. Несмотря на то, что вкусные розы выращивают кондитеры, без чувства стиля здесь тоже не обойтись. Безусловно, флористика здесь тоже есть, потому что мы тоже придумываем, как правильно упаковать, как правильно преподнести, красиво сделать, чтобы клиент был всегда доволен. Такие цветы неприхотливы. Стоят долго, да и стебли срезать не надо. Но все же аромат живых цветов они не заменят. А кто, как не флорист, знает, каким ароматом наполнить букет, чтобы он получился и правда незабываемым. София Яценко, Александр Антропов. День с толком. Завтра, 25 июля, Василию Макаровичу Шукшину исполнился бы 91 год. Обычно торжества в его честь проходят с размахом, но не в этом году. Шукшинские чтения перенесли в онлайн-формат. Правда, желающих побывать на родине писателя меньше не стало. На горе Пикет побывал и мой коллега Никита Ермаков. Василий Макарович, я сегодня без цветов пришла. Как доброму знакомому каждое лето к нему приходит Любовь Казарцева, писательница и одна из участниц Алтайского клуба шукшинистов. Обычно эти визиты коллективные, но из-за пандемии ездят по отдельности, чтобы прочесть стихи любимому автору. И на свидание к Шукшину, в исповедальный рейс шагну, на главную в России гору. Здравствуй, Василий Макарович. Шукшину она благодарна. Говорит, спас ее, когда она жила на севере и работала в библиотеке. И приходит роман газета, где опубликованы рассказы Шукшина. Я читаю рассказы, я будто вот на родине нахожусь. Я же филолог. Все эти народные выражения, там вот эти какие-то подколки. Это все мое, все родное. Вот Шукшин. Это вот была такая встреча, будто я брата родного повстречала. Зачитывалась его творчеством, находила душевный покой, радовалась его растущей популярности. И прекрасно понимая его, как земляка, Любовь злилась, когда смотрела спектакли по Шукшину. Говорит, они не могли передать всю атмосферу его произведений. Я злилась страшно. Почему я злилась? Потому что они совершенно не понимают алтайского говора нашего. И произносят не те ударения, не те акценты ставят. Да нет у нас таких. У нас мягче народ. Ну то есть Шукшин научил меня смотреть на людей. Различать их под внешней их оболочкой, различать их внутреннюю суть. Шукшин продолжает вдохновлять. И я еще раз хочу сказать, что Шукшин, он как космос. Шукшин не познаваем с одного шага. Его нужно открывать, открывать и открывать. Меня, конечно же, поразило то, что природа устроила для этого человека. Ведь вот этот пикет, он как будто специальный проект природы для того, чтобы здесь состоялась всегда шукшинская, не только атмосфера, но шукшинский форум какой-то. Желающих узнать о жизни и творчестве Шукшина меньше не стало. Поклонники и почитатели и сейчас приезжает в знаменитый музей-заповедник Василия Макаровича. Особенно интересно гостям было и остается письмо матери Шукшина Марии Сергеевны, уже покойному сыну. В нем скорбь и отстраненность от жизни. Мария Сергеевна на пять лет пережила Василия Макаровича. В течение пяти лет, ну, по состоянию здоровья, она не могла часто летать в Москву, на могилу. Она стала писать ему письма. Это письмо, одно из писем представлено в экспозиции. Без слез это письмо просто читать невозможно. Оно вызывает трепет уважение к матери Василия Макаровича, как к человеку, которая, ну, воспитала сына. Личные вещи Василия Макаровича, его рукописи, знаменитая рубашка из фильма «Калина Красная», как свидетели целой эпохи, прикоснуться к которой едут тысячи человек. Проникнутая атмосфера жизни Шукшина с Ростки манят творцов 21 века, но этим летом они не соберутся на горе Пикет. Все вместе встретятся онлайн, но в Сростке люди все равно едут. Погулять в одиночестве у памятника, подумать о жизни, наконец купить главный кулинарный сувенир. Несмотря на то, что шукшинские чтения не проводят на Алтае в этом году, шукшинские знаменитые пирожки были, есть и будут. Шукшинские дни на Алтае 2020 проходят онлайн сразу на нескольких интернет-площадках. Это и запущенный 1 июля конкурс о Шукшине высоким слогом, и онлайн-лекции, посвященные Василию Макаровичу на базе ВГИКа, который Шукшин закончил ровно 60 лет назад. Никита Ромаков, Александр Антропов. День с толком. Добавим, что до 31 июля все желающие могут поучаствовать в акции «Я на улице Шукшина». Для этого нужно сфотографироваться с табличкой одноименной улицы и прислать снимок на сайт музея-заповедника. Присланные работы опубликуют на сайте музея. Накануне в краевом правительстве обсудили важный вопрос – визит Ольги Бузовой в Яровое. Мероприятие, которое в СМИ успели назвать концертом, правило самоизоляции не нарушит. Об этом организаторы заверили чиновников. По словам руководства комплекса, Бузова просто пообщается с поклонниками соблюдения всех эпидемиологических норм и насладится красотой озера. И тем не менее, цена самой возможности походить по одному пляжу с Бузовой – полторы тысячи рублей с человека. Интересный визит состоится уже этим вечером. И Ольга станет первой знаменитостью, которая посетит наш город-курорт этим летом. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи!